господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 615 события дня 1 тимофея 4 16 вникай в себя и в учение занимайся сим постоянно ибо так поступаю спасешь себя и слушающих тебя за 19 августа 17 года какие события это день двунадесятый праздник считается у православных батюшка в городе проводит богослужение мы здесь собрались никто не стал считать проповедь златоуста по каким-то причинам пришлось сказать две проповеди я сказал если не будете считать златоуста я выйду опять на проповедь ну а дальше день работает разрешается только на поле и говорю там кто ну и по сену остальные отдыхали разрешается рыбачить удочка сидит сергей поймал карася золотистого и попросил его отвезти на машине в пруд 2 мостик я вода уже достаточно глубокая 270 с лишним даже ну роман отвез малыш это тоже будет ролик показан где раз это суббота было и вечернее богослужение вот какие события это в деревне если мы не работали занимались словом божьим остальные там кто работали на поле ну вот так никаких особых происшествий не было все благополучно тихо и мирно на улицу когда вышли после богослужения было короткое собрание мы тоже засняли так что пояснять нечего свое время посмотрите это где через десять примерно или чуть раньше позже это будет поставлено и наши ресурсы показать первое это я всегда показываю его мой мир то что сегодня поставлен оборот зашел рустам гусейнов новое сообщение прочитать что такое пишет спасибо у меня же есть ваши данные разные люди заходят это новое друзья просятся сегодня что новости самые злобные безбожие епархии рпц показал виктор николаевич уезжает далеко дети любят его приезжали глаза зажгурили что такое такие новые уже перри она сама система переносит где я тут в шапке сижу вот тут можно переписывать заказывать книги и прочее один вопрос разрешается задать один но это видео канал наш вот только что сейчас вот встреча с собакой породы хаски грозит кошки увещаемой смертью тоже двадцать один человек посмотрел мнение их снова при посетили баптисты это сейчас 11 сейчас 11 минут просмотров новости план работ вот вот понемногу впечатление встреча с баптистами андрей санфисой говорят но так вот трудно определить какой плейлист как что-то там про животных понятно тут жены не оголяйте свое тело но в какой плейлист думаешь сидишь ну показать наш форум очень большой 1600 тем посещаемость небольшая потому что тут ничего не ставим добавлять нечего и это для людей поставлено то и но даже если зайдет 20 человек но не 20 заходит 200 500 700 даже в день и ну 1600 тем легко искать и никакого спора ничего нету вот установилась такая тишина и в течение года нету еще вот каждый день смотрю ничего не кое-кто что вставляет немножко то ну и все мы православный библейский сайт здесь ответы 4124 разбито на 55 папок вот это одну папку открою подготовил материал заканчиваю внутренний мир человека вопросы и ответы вопрос 243 первый том открытым оком что такое тихие ропоты как он проявляется в жизни ответ сначала рассмотрим что такое настоящий ропот в полный голос не за углом это я отвечаю за кафедры университета где исход 1612 я услышал ропот сынов израилевых скажи им вечером будете есть мясо а по утру насытитесь хлебом и узнаете что я господь бог ваш ниеме 5 6 когда я услышал ропот их и такие слова я очень рассердился деяние 6 1 в эти дни когда множились ученики произошел у еленистов ропот на евреев за то что вдовицы и пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей 1 петра 4 9 будьте странно любивы друг к другу без ропота иуда 1 16 это ропотники ничем не довольны поступающие по своим похотям и счастливы и беззаконно уста их произносят надутые слова они оказывают и соприятие для корысти филиппийцын 2 14 все делайте без ропота и сомнения евреям 3 8 не ожесточите сердец ваших как в одни время ропота в день искушения в пустыне премудрец соломона 1 10 потому что ухо ревности слышит все и ропот не скроется премудрец соломона 1 11 и так хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречий языка ибо и тайное слово не пройдет даром а клевещущий устав убивает душу я на 6 61 но иисус зная сам себе что ученики его ропщик на то сказал им это ли соблазняет вас тихий ропот это не евангельское выражение это говорится о тех которые не могут высказать недовольство в полный голос и шепчет в тряпочку ругает кого-либо маленьким язычком но этого делать тоже не рекомендуется вопрос 244 первый том открытым оком я знаю что имя бога упоминать суе нельзя но забывая об этом и снова упоминаю в суе мне и люди говорили о том что я продолжаю согрешать об этом как я могу исправиться что об этом говорит библия ответ библия слова бога живого определенно говорит об этом грехе с отрицательным обетованием обещает кары исход 20 глава 7 стих вот так не ложное обетование божие если это не удерживает то нет воображение как многие говорят что не могут рано вставать не могут поститься не могут бросить пить алкоголь наркотики употреблять но вот случилась беда попал за решетку или тяжко поврежден лежит человек на одре и еще все органы могут грешить но доступ к удовольствиям отсечен и никто не умирает жесткий режим выправляет волю поневольно пока но навык выводит на трезвую стезю вообразить что только что сказала про свой грех еще далека от отчаяния просто возьми себе шило и проткни язык свой приколи его к столу на час у иоанна лестничника много подобных примеров и все уплыли страсть власти в суе то есть напрасно без дела это слово встречается в библии только два раза и оба направлены на язык употребляющий имя бога в суе для прикрытия расхлябанности притча соломона 30 глава 7 9 стих двух вещей прошу у тебя не откажи мне прежде нежели я умру суету и ложь удали от меня нищеты и богатства не давай мне питай меня насущим хлебом дабы присытившись я не отрекся тебя и не сказал кто господь и чтобы беднев не стал красть и употреблять имя бога моего в суе если человек не клянется не говорит ей богу не призывает бога зря и ложного свидетеля то на обыденном уровне употребления имени божия в суе выглядит так что-то уронила разбила и туша сразу возраст ой господи произнеся имя бога не добавляет ничего ни простительного ни благодарности ни хвалы слава сказал боже господи то и добавь спаси меня помилуй меня помоги мне боже сохрани меня господи и тому подобное и о чем просил к тому и направь в волю чтобы исполнить с радостью с помощью божией просимая если не для любования самим собой задали вопрос смотри как я искренне хочу быть святой то наложите на себя и пятим и еще еще раз произнесу имя богом то пусть друг товарищ сделает что-то мне псалом 35 24 нечесть и беззаконов горит сердце моем нет страха божия перед глазами его ибо он льстить себе в глазах своих будто отыскивает беззаконие свое чтобы возненавидеть его слова уст его неправда и лукавство не хочет он вразумиться чтобы сделать добро попроси близкого тебе человека стукнуть себя немного при согрешении данным и без обиды это перенеси а с благодарностью или останься без еды на день прищеми себя плоть свою бдением не ложись спать днем никогда и вставай не позже как без 20 минут 5 утра положи сотни три поклона земных если ты хочешь избавиться от того что не угодно спасителю то непременно он поможет страсть крятки сгорела задымится и это пустословие вот так сказать на сегодня все